МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хронология совершенного против армян геноцида. В Евросоюзе считают, что сейчас самое подходящее время для установления мира между Ереваном и Баку. Во время геноцида японцы помогали армянам и грекам спастись. Культурный геноцид. 15 апреля состоялось 10-е заседание Совета министров правительства Республики Западной Армении. Заседание прошло под председательством президента Республики Западной Армении Литии Маркосян. Участники обсудили общее положение правительства Западной Армении. Пресс-секретарь правительства Западной Армении Армена Исаакян представила организационные мероприятия в рамках проходящих в Ереване церемоний памяти жертвки совершенного против армян геноцида. Первый президент Республики Западной Армении Армена Каврамян рассказал о распространяемой в Тавуши информации о передаче сел врагу, выразив позицию Западной Армении. Также Армена Каврамян отметил, что инициировал еще одну юридическую процедуру, которую более подробно представим в ближайшее время. Название Дерсим появилось только в XVII веке. Именно после оккупации Западной Армении вместо топонимов Мананахик, Кария и даже Зоруан обозначается Дерсим, в котором в народе сохранилась историческая обоснованная традиция. С одной стороны, в 1604 году Шах-Аббас опустошил процветающие города и села Восточной Армении, уведя с собой в Персию армянское население. С другой стороны, Джиладлайи, союзники Синам-Паши разорили область Западной Армении вплоть до Карина. Весной 1605 года армянское население Карина, Ерзенка, Акне и Камаха, напуганное резней и разрушением джилалитов, оставив свои дома и имущества Нагии обожженные, опустошенные и измученные жаждой, покинули землю своих предков и укрылись в западных провинциях в поисках помощи и предстанища в регионах Константилополя и Фраке. В годы бедствий и трагедий, не покидая родины, во избежание грабежей и резни джилалитов, армянское население ряда областей обратилось к религии. В армянских селах от предгорий Кешитштага до предгорий Спингора и Чардахлы говорят, что предпочитают обратиться к религии, но не покидать родину. Уже в 2010 году в оккупированном регионе Тигранакет была создана организация Армяни Дерсима, объединившая за короткое время 600 семей, члены которых родились в Тунджели Дерсим. Основателя союза Армян Дерсима Селахатин Гюльтекин, который в 2010 году обратился в суд и изменил свое имя и религиозную принадлежность отныне зовут Мигран Паркич. Я не хочу, чтобы армяне Дерсима носили турецкие и курдские имена. Мы должны жить, не скрываясь. Следующим шагом стало крещение сыном и друзьями. Прожив 50 лет другой вере, я чувствую облегчение, что отстоял свою личность. От радости около двух часов Мигран не смог прочитать официальную регистрацию. Наблюдатели Евросоюза Восточной Армении на днях посетили Воски Пар. Более того, они посетили, минуя ряд участков дороги Ереван-Ноемберян, добравшись до Воски Пара через Алаверди. Узнав о визите наблюдателей, жители Воски Пара поспешили им навстречу. Но когда наблюдатели сообщили, что они объехали дорогу Идживан-Воски Пар, поскольку это и прилегающая территория, по их мнению, является азербайджанской, между жителями Воски Пара и европейскими наблюдателями, разгорелся спор. Жители Воски Пара просто выгнали наблюдателей, заявив, что не допустят, чтобы их родная земля считалась азербайджанской. Аналогичный разговор на днях жители села провели с командиром 3-го армейского корпуса Гарегином Паугусяном, призывая его донести до своего политического руководства, что они не допустят сдачи земель Тавуша. В 1915-16 годах зейтунцы прибегли к самообороне, которая, однако, закончилась неудачей. В марте 1915 года армяне зейтуна были насильно переселены и изгнаны в пустыню Дейр-Дзор. Большинство из них были убиты, оставшиеся в живых депортированы. В этот день в Константинополе были арестованы и без предъявления каких-либо официальных обвинений высланены представители интеллигенции Западной Армении, в том числе армянские депутаты турецкого парламента Меджлиса, писатели, адвокаты, учителя, журналисты, врачи, общественные деятели, священышужители, деятели искусства. Всего около 800 человек. Все они были уничтожены по дороге в изгнание, как только прибыли на место. Армянские партийные и политические деятели спланированным образом были арестованы и убиты. В той же участие удостоились известный глава зейтун Назаря Чауш, выдающийся национальный деятель Вана Ишхан. Все армянское руководство УРФы около 100 человек. 15 июня на площади султана Баязета в Константинополе были повешены 20 членов социал-демократической партии во главе с политическим деятелем Парамазом. Целью османского правительства было немедленно обезглавить армянство Западной Армении, оставить его без военной силы и политического и интеллектуального руководства, деморализовать армянство и тем самым предотвратить любую возможность организации сопротивления со стороны армян. Уничтожение около 60 тысяч армянских солдат и обезглавливание армянской интеллигенции стали роковыми для Западной Армении. Армяне потеряли свою организационную силу и силу сопротивления, чем и объясняется относительная легкость и большие масштабы осуществления геноцида. Погромщики приступили к насильственному перемещению и уничтожению основной части армянства на его родине в самой Западной Армении Килики. Массовые убийства и депортации армян охватили всю оккупированную Западную Армению. Дельфин Пронг, президент Комиссии по политике и безопасности Европейского Союза, заявила, что пришло время предпринять конкретные шаги для обеспечения мира и стабильности в регионе Южного Кавказа. Об этом Пронг написала в своем микроблоге «Икс». Поблагодарив помощника президента Баку, заведующего отделом внешней политики аппарата президента Хикмета Гаджиева, за экскурс по текущим вызовам. Пронг заявила, что пришло время предпринять конкретные шаги для обеспечения мира и стабильности в регионе. ЕС готов углублять сотрудничество и продолжать поддерживать мирные усилия. Пронг также отметила, что ЕС является крупнейшим сторонником Азербайджана в разминировании. Подготавливая женскую команду по разминированию, ЕС помогает повысить роль женщин в сфере безопасности. Настало время предпринять конкретные шаги для мира и стабильности в регионе. ЕС готов углублять сотрудничество и продолжает поддерживать мирные усилия. В 2010 году в статье, опубликованной в периодическом издании The Armenia Weekly, рассказывается, что японцы оказывали гуманитарную помощь армянам во время совершенного против армян геноцида. Возможно, самая значительная история о гуманности японцев во время геноцида была рассказана в 1922 году капитаном и командой японского судна. Целью было спасти жизни иммигрантов, бежавших в порт после катастрофы в Смирне. Когда 9 сентября 1922 года турецкие националистические войска вошли в город и заняли его, сотни тысяч армянских и греческих иммигрантов бежали в порт Смирна из После захвата города турками последовали массовые убийства и депортации армянских и греческих граждан, что стало обычным явлением. Через четыре дня в армянской части города вспыхнул пожар, уничтоживший его большую часть. Свидетелями этой катастрофы стали около 20 военных кораблей и грузовых судов союзников, в том числе один из Японии. Многие иностранцы видели, как японское судно было мобилизовано для спасения беженцев, оказавшись на грани безумия. Миссис Анна Харлоу Бирджина, американского профессора Бирджа из Международного колледжа Смирной, была свидетелем того, как отчаявшиеся беженцы собирались в доках во время пожара в Смирне. Можно было видеть плавающих женщин и мужчин, которые в надежде спастись тонули. В это время у причала стоял только что прибывший японский грузовой корабль, загруженный шелком, кружевами и фарфором на тысячи долларов. Когда японский капитан увидел ситуацию, он не стал медлить. Весь груз был сброшен в грязные воды у причала и несколько сотен мигрантов поднялись на борт судна. Они были доставлены в Пире и благополучно высадились на греческом побережье. Об этом в обыкованной статье в журнале Международного Элинского фонда в Америке пишет Ставридис. Есть еще одно сообщение об этом в периодическом издании New York Times от 18 сентября 1922 года. Иммигранты постоянно прибывали. Вслед за новыми событиями связывались с катастрофой Смирни. В среду, 14 сентября, шесть пароходов везли беженцев в Смирну. Один американский, один японский, два французских и два итальянских. Американские и японские пароходы принимали всех прибывших без проверки документов. Другие же принимали только иностранцев с паспортами. После 2020 года город Шуши окажется в центре политики Баку по искорению экспоприации армянских исторических и культурных следов на оккупированных территориях Арцаха. После окончания войны государственная политика Баку немедленно залилась преобразованием и экспоприации армянской историко-культурной среды Шуши. Следует отметить, что эта политика началась еще в советские годы. В 1960-е, когда историю города Шуши начали редактировать, в результате чего она стала представляться в научной и популярной литературе, посвященной город как чисто азербайджанский город, постепенно сокращая отсылки к армянскому культурному и историческому наследию, а затем и вообще умалчивая о них. В 2022 году правительство Баку выделило средства на восстановление здания бывшего реального училища в оккупированном городе Шуши. Ильхам Алиев, посетивший Шуши в мае 2023 года, ознакомился с проектом реставрации здания. Есть опасения, что во время реставрационных работ может быть намерена стерта надпись на главном фасаде здания Агрикори Ааракеляни. Опасения основаны на факте, что официальный Баку работает над окончательным уничтожением всех следов армянства в Шуши. Ярким свидетельством является реставрация двух символов города Храм Казанчицот и Канаджам, окончательное разрушение армянских исторических кладбищ. Также отметим, что реальное училище города Шуши было основано в 1881 году. После окончания учебы ученики могли поступить в высшие учебные заведения. Школа имела государственный статус, обучение велось на русском языке. Изначально деятельность школы была организована в доме богача из Шуши Мовсеса Бея. Далее по решению наместника Кавказа в небольшом здании, построенном в армянском округе. И в завершении новостей послушаем музыкальное произведение. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра!